Цветочки гордыни Шаблон цветочка. Я выбрала вот такой вот вариант. Мы с вами делаем шаблоны. Это у меня дизайнерская бумага, она плотноватая, но в принципе мне очень нравится ее использовать, потому что они, сами цветочки получаются такие очень плотненькие, красивые. Ну вот, почему-то я для себя тоже открыла и дизайнерскую бумагу в использовании. Мне она тоже очень нравится. Мы с вами сделаем вот такие вот заготовочки. Для цветочка нам понадобится их, получается, три штучки. То есть я использую по три штучки. Если вы хотите более пышный цветочек, можно использовать и четыре, то есть тоже, в принципе, будет нормально. Ну вот, например, да, то есть мы сделаем для одного цветочка вот. Сейчас сделаем три. Вот. Сам шаблончик мы немножечко его сейчас подрежем, потому что он будет очень плохо формироваться, потому что, видите, он как бы такой достаточно округлый. Теперь нам с вами нужно будет прорезать к серединке буквально полсантиметра, то есть не доходя до серединки, сейчас я покажу, нужно прорезать лепестки. То есть вот таким образом. Вот буквально там полсантиметра, там, 7 миллиметров к серединке. Будьте внимательны, чтобы вам не срезать, как бы не прорезать лепесток, то есть не до конца, чтобы они были вот такой, как бы, из такого цветочка сделать, как бы, такую ромашечку, более, больше подходит, больше по... Напоминает, видите, она такая, более уже, видите, теперь все лепесточки у нас отгибаются. Вот таким вот образом. Вот так будет выглядеть цветочек. Таким образом мы поступаем со всеми нашими шаблончиками. То есть вы заранее знаете, сколько вам нужно сделать цветочков, да? И на каждый цветок идет 3 лепестка. То есть если вы хотите 10 цветочков, вам нужно будет 30 заготовочек. То есть здесь уже вы смотрите по количеству. Ну, то есть, как бы, теперь мы прорезаем так все остальные лепесточки. Так, вот мы с вами прорезали все лепесточки до серединки. Теперь нам с вами нужно будет их замочить, чтобы они были впоследствии для формирования более податливые. То есть мы опускаем их в воду, обычные комнатные температуры, водичка. Буквально, здесь у меня бумага толстая, можно прям даже на минутку их туда опустить. И чтобы они немножечко там поплавали. Промочились. То есть немножечко я им помогу. Вот теперь мы кладем их на салфетку. Лишняя вода уйдет. Можно даже немножечко их промокнуть. И теперь буквально через максимум 5 минут, когда у вас уже лепесточки, уже лишняя вода ушла, и они не совсем высохли, нам с вами нужно теперь придать им такую вот форму. Да, если вы заметите, здесь у нас вот такие сами лепесточки, они такие рифленые, с прожилками. Чтобы сделать прожилочки, вы берете обыкновенную ручку, карандаш, вот зажимаете лепесток, то есть вы его так огибаете, зажимаете кончик лепестка, и вот так вот зажимаете пальцами. Вот таким вот образом. Вот так вот вы их сгибаете, чуть-чуть прижимаете. Если бумага плотная, напоминаю, что нужно подержать ее немножечко подольше в воде, чтобы она размокла. То есть вот такие вот у вас получились как бы прожилки. Вот здесь очень хорошо видно, вот видите, они такие как у настоящих цветочков получаются. Вот таким же образом вы поступаете с каждым шаблончиком. Мы с вами сделали все лепесточки, и теперь, не дожидаясь высыхания, когда они у вас еще влажненькие, мы с вами делаем вот такие вот характерные изгибы для гордений. То есть мы берем, берете за серединочку, вот, и вот таким образом, как конфетку, фантик, раз, и заворачиваете. Вот таким образом должно у вас получиться. Вот так вот, раз, фантик, как будто, хоп, завернули. Хоп, завернули. То есть вот таким образом. Вот видите, как они у нас получаются. То есть это вот будет у нас такая вот характерная форма для гордений. Все, теперь их оставляем пока. И таким образом, пока еще не досохли, со всеми, со всеми нашими лепесточками мы поступаем так же. Очень легко поддаются формированию, когда они еще влажные. Вот таким образом. Сильно не усердствуйте, чтобы вам не оторвать. Такое тоже бывало в моей практике. Не торопитесь и лишней силы не прилагайте. Вот таким образом вы сделали. Теперь с помощью, у меня есть бульки, да, с помощью бульки, либо карандаша какого-то с тыльной стороной, мы с вами делаем такое вот углубление. Кладете на мягкий какой-нибудь, можно свернуть полотенце, можно какую-то вот мягенькую штучку найти, и прям, даже, наверное, что-то поменьше нам нужно будет взять. Вот, и вы продавливаете серединку, чтобы они у вас собрались в кучку. Вот таким образом продавливаем серединку. Вот они, видите, у нас хупы собрались. Все, все, наши лепесточки готовы. Теперь нам с вами нужно их соединить поочередно, также смещая лепестки. Для этого в серединку капаем клей. И прикладываем лепесточек со смещением. Здесь будет немножечко надо не давать им смещаться. Также приклеили. И следующий. Вот какая-то большая капелька. Следующий лепесточек. Так, все, теперь пока нам клей не нужен. Вот, может, надо чуть-чуть подмять. Он у нас будет в серединке. Также приклеиваем его со смещением. И придерживаем. Даем клею хорошо высохнуть. Вот, подождем. Смотрите, уже у нас получился очень красивый цветочек. Так вот на белый фон положим, чтобы он был лучше видно. Вот, видите, все у нас прожилочки, цветочки все соединены. Вот у нас уже красивый. Теперь нам с вами нужно сделать, да, как у любого цветочка, есть серединка. И мы с вами сделаем, здесь у нас будут тычинки. Немножечко прижали, теперь пусть он сохнет. Тычинки вы можете использовать как покупные. Вот такие вот, да, все нейтральные. Вот, плохо видно, вот такие вот. Вот такой вот вариант. То есть, как бы это вот купленные. Можно использовать самодельные. То есть, ну, вот эти тычинки я сделала сама. То есть, делаются они очень легко. Обычная нитка потолще. Промазывается клеем ПВА. Подсыхается. Подсушивается, да, диме, подсохнуть. И вот она будет такая, как будто как вощеная. Она будет очень хорошо держать форму. Потом каждый, нарезаете, вот буквально сантиметров, ну, там, 10, да, или сколько, ну, да, сантиметров 10. Нарезаете ниточки. И потом каждую, каждый вот этот, как бы, отрезочек макаете сначала. Заготавливаете немножко в рюмочку или куда-то манную крупу. И потом поочередно в клей ПВА макаете немного и в манку. Можно сделать, если хотите попышнее, вот этот, как бы, саму тычинку. Можно сделать несколько раз такие манипуляции. Ну, таким образом я сделала вот такие вот тычинки. Какие вы будете использовать здесь не принципиально, то есть какие вам нравятся. По цвету у меня подойдут здесь вот такие вот бронзовые. Я буду использовать их. Для того, чтобы сделать тычинку, нам, ну, тычинки нам вставить, нам нужно проткнуть теперь наш цветочек в серединке. Можно использовать шило или цыганскую иглу. То есть мы сделали отверстие. Для этого нам нужно будет еще иголка с ниткой. Так. Вот, выбирайте, чтобы они были несколько, 3-4, чтобы они были покучнее. Я вот выбрала 4 штучки. Вот, если у вас достаточное отверстие, то есть большое, то можете продеть и без иголочки с ниткой. Вот мы с вами в деле тычинки. То есть вы можете сделать их все на одном уровне. Можете несколько, некоторые там вытащить, да, чтобы одни были, например, меньше, другие больше торчали. То есть будет вот такой, как бы, естественный, красивый цветок. Вот, собственно говоря, мы с вами сделали такой красивый цветочек. Можно, для того, чтобы они у вас не болтались, можно в серединочку очень аккуратно капнуть клей. То есть прям можно даже это сделать с помощью зубочистки, например, или там спицы. То есть прям совершенно немножечко, чтобы они просто закрепились. никуда не девались. То есть вот буквально можно серединку ткнуть, чтобы они вот там промазались, проклеились. Вот, то есть если мы их прижмем, то есть они будут у нас очень хорошо закрепяться. При желании, то здесь у нас остается вот такой вот хвостик. Можно его немножечко, когда он подсохнет, смазать клеем, подрезать, смазать клеем и здесь дополнительно сделать либо листочки, либо если вы куда-то приклеиваете, то есть я, например, вот это мне не нужно, я срезаю. То есть я их немножко укрепляю, вот здесь обрезаю и там, допустим, куда-то приклеиваю на какую-то плоскую там конструкцию или куда-то на обложку, чтобы они у меня здесь не торчали. Вот такой вот получился у нас цветочек гордыни.